Абрамс М1 АГДС Да и признанный Разбираться с воздушным и наземным противником Как со всякими низколетящими целями Типа вертолётов и беспилотников Так и с танками Потому что основное вооружение машины Это не только автопушки Но ещё и птуры Достаточно мощные Нам грозили эту машину ввести на 9 левел Засунуть её в ИТшки И сделать из неё какую-то такую интересную Ну, птурялку что ли Пока я её не пощупал Я не понимал, что это такое Мог только ванговать Я думал, что у машины будет активен только один Из двух блоков птуров по 6 штук Ну, то есть один блок активен 6 ракет в кассете И от этого я отталкивался Но всё оказалось несколько интереснее Но об этом чуть позже Прежде всего, Абрамс М1 Ну, представьте себе Берёте вы Абрамс 6 левела А именно на 6 левеле живёт М1 И засовываете его на 9 левеле Семёрки уже Абрамса снашают Восьмёрки делают с ним непотребство А девятки просто творят грязь Пробивая его куда угодно Во всех проекциях Всегда Единственное, на что вы можете рассчитывать На мой вкус Это на ВЛДху Она будет относительно редко пробиваться Потому что там чумовой угол наклона Ну, и за счёт этого она и танкует Скорее всего, там кумулии будут рикошетить Ракета не взводится ББшкой рикошетить Более-менее вы сможете в ВЛДхе отбиваться Всё остальное Вообще забей Зелёная, как молодая трава По-другому вот и не скажешь Короче, машина не имеет ни ДЗ Ни экрана на бортах есть Во лбу всё зелёное В бортах всё зелёное Всё очень и очень плохо Ещё и ХП 2750 Ну, прям скажем Не предел мечтаний Хотя и неплохо Могло быть хуже Серьёзно, согласитесь Так что бронезащита У этой машины Поддержки танков Уже специфичная Никакого не обитаемого модуля здесь нет Подвижность тачки 6 секунд разгона до 32 кмч 65 максималка С маслом будет примерно там 72 И 57 тонн веса на 1500 Кобыл движка ГТДшного И вот здесь То, за что можно похвалить Эту тачанку Действительно Она очень неплохо ездит По сравнению с БМПТ Но вспомните БМПТ Что такое вообще В принципе Боевая машина поддержки танков Это типа Врум-врум Михалыч, врубай Третью Врубай Четвёртую 40 кмч Ох, хорошо Прём 40 кмч Михалыч, врубай Шестую А у нас только 4 передачки Больше 40 кмч Мы умеем ездить Только с горочки Все, БМПТ стратегически отвратительно подвижная машина. Она не едет никуда, 40-45 это ее предел. Абрамс М1 АГДС не такой. Эта ГТДшка разгоняется увереннейше на всем промежутке скоростей, считая от 20 км она нормально подхватывает, от 30 возможно и до максималки. Поэтому тачанка великолепно перетягивается по сравнению с БМПТ, не отстает от рашей ОБТ, но и в состоянии довольно быстро выйти на крейсерские 50-60 КМЧ и сдриснуть, например, если вы вовремя среагировали на идущий на вас раш. Поэтому с точки зрения мобильности вы не просто на голову, сука, на две головы выше, чем БМПТ-ха, и это ценно. Ну и третий аспект машины. Я решил, знаете, идти так, типа черное-белое, черное-белое, черное-белое. Броня говно, подвижность хорошенькая прям. Для этой машины. Незаметность говно, обзор то же самое. Обзор у нас чистый и тэшный, 420 метров всего лишь, на это не стоит уповать совсем. Но вот незаметность, ого-го-го-го-го-го. Ну как бы Абрамс, да, 15% незаметности. Я не помню, с камуфляжем это или без, честно. Но даже если 20, ну по-моему без камуфляжа. Ой, наоборот, с камуфляжем пятнашка. По-моему даже с камуфляжем пятнашка. Вас будет светить отовсюду, всегда. У вас зеленая НЛД, зеленая ВЛД, борта. У вас нету необитаемого модуля, который вы можете танкануть, как бы МПТ-х. Поэтому вот сочетание защиты и очень хорошей светимости налагает огромные требования на скиллозависимость. На этой тачке нужно четко понимать, с какой ты позиции вылезаешь, как пользоваться дымами и когда ими пользоваться. И самое главное, когда пришло время валить за рельеф, потому что иначе ты получишь 100% пробития из 100 возможных процентов. Еще раз напомню, башня вся зеленая нахрен. Поэтому очень-очень сильно аккуратно, хотя и подвижно. Ну и перейдем к белому. Белая у нас здесь это система вооружения, которая уникальна. На всю игру такой системы больше нет ни у кого. Нечто похожее есть, но в другом формате. Прежде всего автопушки здесь не сказать, что супер-пупер отвалоголовые. 150 мм бронепробития, 65 урона за выстрел, скорострельность 200 выстрелов в секунду. Путем несложных перемножений получаем 13 тысяч ДПМ, что весьма прилично для 9 левела. Это хороший ДПМ, позволяющий разбирать вам кого-то, например, в борт или в жопку оперативно. Ну а с другой стороны, там тот же самый, ну кого ЛТшка, можно в лоб хорошо фугасить, ОБТшку хорошо фугасить. Тем паче, что у вас спарка 35 мм стоит, а это значит, что фугасное могущество выше, чем у тридцаток. И фугасите вы лучше. Как, например, какой-нибудь там фундерболт под башню, он фугаса прекрасно туда жрет. Так и, например, под башню, ну или там в люк мехвода, или, скажем, в командирский лючок, командирскую башенку, любой ОБТ. Поэтому подобными вещами нужно пользоваться. К тому же у вас великолепнейший УВН в минус 14 градусов. Я, честно говоря, не знаю, зачем американцам понадобилось делать, ну, фактически зенитные пушки, да, которые призваны работать там по удаленным целям, по каким-то мягким, и по воздушным целям. Зачем такой установке давать минус 14 УВН, я не понимаю. Но примите это как данность. В игре очень хороший УВН у автопушек, и вы способны ими отыгрывать в любой ситуации, из любого рельефа, как угодно. Лишь бы вам это было надо. В окончании по поводу автопушек. Они хорошо сбивают гусянки, потому что и альфа-страйк хороший, и сам все-калибр высокий. И они призваны вам помочь защититься на ближних дистанциях, потому что основное вооружение машины, ПТУРы, не способны попадать ближе 50-60 метров по противнику. И это самая главная проблема этой машины. Это тот самый аспект, который, знаете, он уравновешивает все потрясающие плюсы этой тачки, и он делает ее нимбой. Вот я прямо вот так вот скажу. Смотрите, основное вооружение нашей машины это ПТУРы. ПТУРы непростые. Это очень тяжелая, длинная, мощная, скоростная ракета ПТУР, которая тащит на себе, как я понимаю, некую осколочную оболочку. При взрыве машина не только дает кумулятивную струю, но еще и разбрасывает кучу осколков для того, чтобы бороться с низколетящими целями. С воздушными целями. Таким образом, вы выстреливаете ПТУРы как свинка вверх. И если свинка не может стрелять ближе метров 15-20, то у вас эта слепая зона что-то порядка 60-80 метров. Ну, примерно. Я не знаю, если задрать кверху жопку, наверняка эту зону можно сделать чуть-чуть меньше. Но, не забывайте, что в начальной фазе довольно долго ПТУРы не управляются. И наверняка Мэйл специально это сделал. Специально забалансил период неуправляемости ПТУРов этой машины так, чтобы она не могла ими отбиваться в ближнем бою, даже задрав жопку кверху. Потому, рассчитывайте на ближних дистанциях воевать с помощью автопушки. Например, сбить гусянку откатиться подальше. Ну, или просто фугасить противника или разбирать его ББХами. ПТУРы у нас не простые, а поистине уникальные. Они обладают рядом потрясающих свойств, которых больше нет ни у кого. Первое. Из-за того, что они летят по яркой, очень кривой дуге, они могут атаковать из-за рельефа. Да, я согласен, любой ПТУР можно кинуть из-за рельефа. И даже свинка, я вам не раз показывал, очень эффективно это делает. Но у свинки всего лишь два выстрела. А у вас 12 в кассете. 12 выстрелов в кассете. Ну, я даже не знаю, как это комментировать. Наверняка ОБТшники такие сидят, типа, ну да, ну да, интересно. Блять, что? 12 выстрелов в кассете? Мыл ты охуел? И вспоминается сразу вот этот вот мем, когда там... Ну нахер. Отец! Ну ты видел, видел! Вот его БТшник встает и уходит, короче. 12 выстрелов в кассете. Промежуток пусков между выстрелами, между ракетами, полторы секунды. Полторы секунды. Бронепробитие, по-моему, 900 миллиметров. Я могу ошибаться, возможно, там 950, я не помню. Но даже 900, это охеренно, это более чем достаточно. Скорость полета ракет 1000 метров в секунду. 1000 метров в секунду. Это очень много. И если на средних дистанциях, там метрах в 300-400, вы не сильно быстрее будете стрелять птурами, ну не быстрее будете доставать до цели, чем, например, БМПТ-ха с их птурами на 550 метров в секунду. Но вот на дальняк, 500, 600, 700 метров, эти птуры резко обгоняют БМПТшные. И это очень круто. На дальняк действительно качественно, удобно стрелять этими птурами. Они очень быстрые. Поняли, да? Стреляем из-за рельефа. 12 выстрелов в кассете. Полторы секунды между выстрелами. Это значит, что вы можете очень сильно спамить птурами. Неплохое пробитие, хотя отнюдь не топовые. Альфа-страйк примерно от 750 до 950. В среднем 850. Что вполне себе достойно. Хороший такой, качественный альфа-страйк. И самое главное. Самые два жестких и сочных аспекта. Во-первых, из-за того, что эти птуры вылетают резко вверх. Они очень неплохо борются в крышу и в ЛД с танками противника на дистанциях в 300-400 метров. Но если вы себе представляете баллистическую траекторию полета. Наверное, это все-таки баллистика, да? Ну, окей. Это получается траектория полета, как у арты. Давайте так скажем. Довольно крутая дуга. И если на дальняк у вас ракета подлетает под малым углом в крышу. То вот на ближней дистанции, на метров 300, например. Вы очень даже нехерово так загибаете ракету сверху вниз. Под качественным углом. И она будет очень хорошо пробивать ОБТ в крышу. Чего уж говорить про легкую технику. В этом ее конкурентное преимущество. Такое умеет делать только свинья. И еще одна. Крайне занятная и бомбовая для ОБТ темка. Эти птуры наносят фугасный урон, если не пробивают. Ну точно, сейчас все ОБТшники встанут и выйдут. Скажут, глядите вы в жопу, блин, с такой арифметикой. Серьезно. У вас в кассете минимум примерно 1500 урона, если вы не пробьете 12 раз подряд. Если вам нужно добрать Шотника, да не вопрос, 2 птура он сдох. В любое место практически. Ну там пушка может получить урон без пробития, без урона. Если вам нужно разбираться там... Если вы кого-то случайно не пробили, без проблем. Если вам нужно сбить базу вот конкретно этим птуром, вы собьете базу в 10 случаях из 11. Да? И вы можете просто тупо фугасно спамить. Да, это будет дико дорого по кредитам. Но с другой стороны, ваш боезапас примерно 36 выстрелов, насколько я помню. Три кассеты. И это уже 5 кусков урона. Ну там 120 урона, да, 3600 плюс 1200. Ну, нет, чуть поменьше, конечно. Ну, короче, 4-4200 там урона у вас есть всегда. Даже если вы 36 птуров, просто ни разу не пробили противника. Это занятно. Резумируя. Классический образчик стекляннейшей пушки. Стекляннейшей, просто вот стекляннее, чем это, невозможно себе представить ничего. Это хрупкий человечек из мягкого места, который бьется с остальными монстрами. Но этого человечка, охуевших размеров с дом, птуровая дубина. Которая способна охерачить кого угодно. Серьезно. У вас 10 кусков урона в барабане из 12 птуров. У кого еще такое было? Я в свое время охеревал от урона, находящегося в барабане драка. Там что-то было под 6 кусков, что ли, или под 5500, я не помню. А здесь вдвое больше почти. Просто вообще отвал башки. Тачанка скиллозависимая, сложная. Из-за того, что у нее специфичные птуры, подвижность, светимость и отсутствие брони, она не будет супер-пупер имбой. Но вот в грамотных руках, и не дай боже во взводе, например, с двумя ОБТ, эта тачка сможет творить лютые дела, на мой взгляд. И ходили слухи, что ее еще хотят немножечко подапать. Потому что, кажется, Сайлент Столкер отвечал на вопрос, ну типа, ну а ГДС не тащит? Ну да, ничего страшного, мы ее немножечко подапаем. Я эту тачку безумно хочу. Я обожаю все сложное, своеобразное. Ну, в общем, да. Скакать на сучковатой швабре, которая сама по себе является мощнейшим оружием, это забавно и занятно в рамках игры. Это не стандартный геймплей, это требует от вас навыков, творческого подхода, ну и какого-никакого скилла. Я вангую, что к нам она, если и заедет, то очень и очень нескоро, потому что она является вожделеннейшим призом для девяти месячного марафона, который проходил на Европке. Ну и в США. Так что скоро ее не ждите. Ну и, наверное, слава богу, если эта хрень заполонит рандом. Ну вы видели, да, что делает РСР-ка? А теперь представьте себе, там, по пять фугасных спамеров. Блять, 60 троп, сука, в команде, матери божья. Да, стоит отметить, что это первое РСЗО в рамках игры. Разработчики пытались адаптировать к туровозку под РСЗО, и вы знаете, у них довольно интересно получилось. На мой взгляд, это хорошее сочетание, с одной стороны, сумасшедшей огневой мощи, а с другой стороны, настолько никчемного уровня бронезащиты и незаметности, что эти два аспекта друг друга уравновешивают на все 146%. На этом все. Спасибо за внимание. Пишите в комментариях, что вы по этой машинке думаете, и приходите еще. Будет интересно.